Депутаты Верховного Совета Валерий Мишанков встретился с жителями района. На депутатский приём пришли с самыми различными вопросами. К примеру, ветеран труда Валерий Аксёнов обратился с проблемой общественной, с просьбой о строительстве и реконструкции местного музея. Здание давно устарело. Позапрошлым году экскурсию делал экскурсовод детям с нашего детского санатория. И во время детской экскурсии при детях провалилась по пояс под пол. Ну куда ещё срамотим? Туалета нет, раздевалки нет. Тесно. Между тем, курорты Шира ежегодно посещают около миллиона туристов. По проходимости, этот музей на втором месте после Республиканского. Но из 29 тысяч экспонатов есть возможность выставить лишь две тысячи. Для остальных нет помещений. Валерий Аксёнов приготовил даже эскиз. Будущий музей по замыслу активиста – копия дома известного золотопромышленника Иваницкого, оригинал которого до сих пор стоит в селе Чебаки. Впрочем, пока это только мечты. На строительство потребуется порядка 100 миллионов рублей. А сегодня это непозволительная роскошь для Республики. Строятся республиканские музеи, на которые уходят практически все средства, которые федеральные деньги и местного бюджета деньги республиканского. Несмотря на финансовые трудности, Валерий Мишанков взял вопрос под личный контроль. Решить его возможно, отметил депутат с помощью программы развития культуры Хакасии, в рамках которой республика выделяет муниципалитетам субсидии. Строительство еще одного объекта с нетерпением ждут жители поселка Шира – современного спортивного зала. У нас в настоящее время единственный район, где нет своего спортивного зала. Отдельно от школы, только школьный. Поэтому уже лет пять назад был постоянно просто строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Ответ депутата порадовал. Физкультурно-оздоровительный комплекс Шира начнут возводить в 2016 году. А годом ранее в районе появится футбольное поле с искусственным покрытием. Футбольное поле поставляется с Москвы, деньги оплачены. В ноябре месяце должны его завести. И в мае месяце, потому что по технологии, минусовой температуре невозможно монтировать. И в мае месяце он будет сделан. Следующей остановкой стал детский сад «Березка» в Туиме. Валерию Мишанкову провели экскурсию по дошкольному учреждению. Сегодня его посещает практически 200 детей. Об устройствах в помещении воспитатели занимаются сами. Верховный совет помог обустроить туалетную комнату сантехникой. Поговорить с депутатом захотел весь коллектив детсада. Наболевшие проблемы все те же, что и в других сельских поселениях. Нет освещения, не хватает детских площадок, перебои с пассажирскими перевозками. Валерий Мишанков пообещал посодействовать в решении этих вопросов. Депутат от партии «Единая Россия» посетил еще одно социальное учреждение. Это Туимский психоневрологический диспансер. Интернат рассчитан на 600 человек. Практически все места заняты. Здесь наблюдаются пациенты со всей Хакассии. На протяжении многих лет Верховный совет сотрудничает с лечебным заведением, помогает в решении острых проблем. Работа ведется постоянно, совместно. Рассчитываем на поддержку и дальнейшую перспективы учреждения. Планируем строительство жилого корпуса на 200 мест в ближайшее время. Надеемся на поддержку, то, что будет выделено финансирование из республики. Это далеко не последний визит Валерия Мишанкова в Ширинский район. Встречи с жителями проходят регулярно. Тем более, что эта поездка показала – работы еще много. Хотелось бы побольше, чтобы на социальную сферу было выделено денежные средства. А люди наши талантливые, они из ничего в детском садике делают такие конфетки, стараются для детей наших, а здесь для взрослого населения поддержать, подлечить. То есть мы двигаемся в правильном направлении, но еще бы чуть-чуть побольше финансировать.